Здарова, ребят! С вами настольный сюр хроники кампейна по Некромунде. Могли бы быть, но это хроники кампейна по Мартхейму. И, первонаперво, давайте я вам представлю обновленного нормального Огрогангреню. Посмотрите на этого красавца. Его сам боженька Нургл, видимо, в засос поцеловал при рождении. Потому он выглядит немного не по-огровски. Но мы в цирке его очень любим, и он для нас самый прекрасный на свете. А теперь давайте перейдем к играм. Первая моя партия была против Кирилла и его египетской нежити. Ну, его римской нежити, ну, по факту все-таки египетской. Но если быть точной, то не хикхарской нежитью, но я буду называть ее египетской так попроще. Наша миссия была банальной, скирмиш, просто идете и бьете друг другу лицо. Ну, так я думал, потому что вроде нежить, вроде такая с пиками, вроде с мечами. Но это очередные лучники. Сколько можно, хватит стрелять, давайте за честный пастук. Но там было более-менее. Потому что главный батя, мумия, принц Нихихары, по сути неубиваемый. У него четвертый сейф, у него четыре вунды, у него большой армор, у него хороший ВС. Короче, очень жесткий батя. А все остальные так себе, будем честными. У него есть противное заклинание у колдуна, которое, забегая вперед, он почти не сколдует за игру. Только в самом начале у него получится. Это зыбучие пески, и ты падаешь мордой вверх. Приятное, но не сказать, что имба. Все остальные скелетики, все остальные его околиты, они, в принципе, не очень жесткие, но довольно живучие, потому что не падают мордой вниз вообще. По этому поводу мы даже придумали Нихихарскую батарейку. Но мы ее не придумали, мы ее немного модернизировали, ту версию, что гуляла по интернетикам. Мы берем скелета местного, приклеиваем к нему кота, кидаем, все, ничто не может упасть на пол. Получается такая клевая батарейка. Мы можем ввести Египет в индустриальный век, взмывать к небесам на пирамиде, и, видимо, рано или поздно они превратятся в некронтир, а те потом в некронов. Мы раскрыли главную тайну Вархаммер 40 тысяч. Ладушки, давайте уже перейдем к игре. Кирилл выставился, как вы видите, в принципе, основной костяк его армии стоит кучно, и сверху стоят лучники, которые будут поливать меня из луков. А по периметру стоят такие зелененькие токенцы, да, зелененькие подставочки, они символизируют закопанных скорпионов. Потому что, как выяснилось, добыть миньку скорпионов маленьких довольно проблематично в наше время, и даже 3D принтеры не справляются. Кирилл вроде заказал, но к нему, видимо, будет столько ехать, что мы компанию успеем закончить. Ладно, я расставился тоже довольно кучно, зачем мне разбредаться, смысла я не вижу. Да, кстати, армия Кирилла вообще не бегает, она может только ходить или чарджить. Итак, первый ход Кирилла, он минорненько двигается вперед на свои 4 дюйма и стоит, ждет, пока я к нему подойду. Скорпионы начинают идти в обход. Двое идут по левому флангу с моего ракурса, второй идет по правому флангу. Я же выхожу всей бандой вперед на максимум, который мне доступен. То есть Гнойня со спринтом бежит на 12, Сифилу со спринтом бежит на 12, Гангреня же с шестой скоростью по базе тоже бежит на 12, а остальные пытаются их догнать. Бубонин там на 9 бежит такой, ни рыба, ни мясо. То есть, в принципе, все мои идут на сближение. Вражеский ход, по-моему, в тот момент еще никто не достает до меня стрельбой или какой-то там минорненькой, но маг достает и роняет Гнойню морды вверх. В зыбучий пески попал Малец, что поделать. Ну, теперь он медленный. Ладно, снова мой ход. Я снова выбегаю вперед, снова на сближение и начинают работать ловушки. Первая же ловушка активируется и в Гангреню влетает фаербол. Он пробивает меня, поджигает меня и Гангреня сразу же немножечко приуныл. Огонь в Мартхейме не такой жесткий, как в Некромунде, но вам все равно нужно потушиться, потому что если вы не потушитесь, кроме ходьбы вы ничего делать не можете. А тушитесь вы на 4+. Если рядом с вами кто-то есть, то они помогают вам потушиться дополнительным кубиком. Все, кто могут, подтягиваются вперед. Батя у меня пошел чуть-чуть левее. Чумкин и Сапливий, по-моему, идут по левому флангу встречать двух скорпионов. Начинается ход Кирилла. Он забегает скорпионами в домик, активирует ловушку и все получают удар электричеством. А это та самая ловушка, что била несчастного Гангреню. Поэтому он автоматом тоже получает молнии еще. Но, слава богу, молния его не убивает. Дальше скорпионы тоже начинают обходить с разных сторон. Зажимают меня в такие клещи. Лучники начинают стрелять. Селькин несчастного Гангреню. Он Огр, он здоровый. Ему, короче, сносят еще одну вунду. Бедняга. Просто максимальный фаер-магнит. Мой ход. Гнойня, который уже встал и может нормально бегать. Ковидий. Они бегут к несчастному Гангрене и стоят и начинают его тушить. Батя идет на сближение. У него снова ни черта не получается скастовать. Неудачник, Сифилус и Бубоня начинают идти в правую сторону. Там, где находятся копейщики. Где находятся колдуны у Кирилла. Туда влетает Сифилус. Но его перехватывают. И, короче, устраивают ему маленький гэнгбэнг. Потому что он, по факту, начинает танчить троих сразу на себе. Там при этом еще и копья. А копья бьют первыми. Поэтому то, что он вчаржил, особо погоды не меняет. По-моему, в этот момент вражеский Скорпион добегает и пытается активировать самую ближайшую ко мне ловушку. Но она не активируется. Да, кстати, Скорпион, который активировал первую ловушку, получил нормально так и лежит мордой вниз. Там к нему потихонечку подползает Чумкин. Ладно, ход оппонента. И самое важное, что там происходит. В меня вчарживает вражеский батя. В моего несчастного Гангреню. А дальше он кидает так кубы, что просто сам Нагаш встает и аплодирует ему стоя. Вы вот сейчас можете видеть этот прекрасный бросок. Первые два куба это на попасть. Вторые два куба это на пробить. А третьи два куба это то, что стало. Короче, Гангреня немножко помер. Я кидаю, выжил ли он вообще? Нет, Гангреня все-таки помер. Не успел он еще раскачаться. Не успел он вдохнуть жизни нормально. А его, его немножечко убили. И мне придется снова тратить 80 голды, чтобы его купить обратно. Не 30, как его зарплата, а 80. Черт! В остальном там ничего интересного не происходит. Мой ход. Ковидий влетает вражеского батю мстить. Гнойня обходит и влетает в тройку скелетов. Ну, точнее в одного, но там такая троечка стоит ровненько. Чумкин влетает в скорпиона, пытается его добить. Сепсис влетает в скорпиона, пытается его добить. Бубоня влетает в колдуна, а Сифилус продолжает сражаться с тем, с кем сражался. Батя выходит поближе и раскастовывается. Раскастовывается, будь здоров, потому что под автопопадание третьей силой попадает почти вся армия Кирилла. Я роняю скелета, в которого гнойня влетел. Я роняю скорпиона опять мордой вниз, в которого Чумкин влетел. Я роняю одного или двух лучников мордой вверх, правда, что не сильно помогло. Убиваю еще одного скелета и одного мордой вверх, по-моему, оставляю. В принципе, батя себя окупил, все хорошо. Ковиди начинает драться с батей вражеским, с мумией, и сносит ему две вунды из четырех. Просто я кидал как зверь, Кирилл кидал очень плохо, у него все саевы слетели. Ну, как слетели за броню, он кидал, но шестая сила сильно ее порезала, потому сэляви. Бубоня пытается биться с колдуном. Колдун, кроме как кидать заклинания, ничего не умеет, но Бубоня кидает плохо. Бубоня пробивает еще хуже, ничего не происходит. Там самое клевое, что у колдуна есть магический суперпосох в виде змеи, который он не может нигде купить, он может с ним только начать игру. Но проблема в том, что в какой-то из миссий, из предыдущих, этот колдун попал на арену. И там гладиатор его отбил и забрал все вооружение. Поэтому колдун ходит теперь с обычным человеческим посохом. Но, как выясняется, это Донателло из черепашек-ниндзя, и он так неплохо этим своим посохом начинает орудовать и выбивает у несчастного Бубони и дырку, и одно оружие. В итоге Бубоня с одним молоточком остается, плачет. У него и шкатулку украли, хрен знает когда, и теперь еще оружие выбили. Грустно Бубони. А Сифилусу, в принципе, неплохо. По-моему, ему снесли одну вунду, но он раскатал, по-моему, уже к этому моменту двоих. В принципе, ситуация налаживается. Все на моей стороне, я уже прилично убил. Кирилл кидает рутэ, все нормально проходит. Начинается его активация, по-моему, он убивает мне сепсиса. По-моему, он наносит одно повреждение ковидию. Но там выходит жрец, говорит, у меня есть заклинание волшебные стрелы. Хочу в батю кастовать. Скастовать? Скастовал. Сколько стрел в Д6 плюс 2? Восемь. Ээээ. В бедного несчастного батю влетает восемь стрел. Слава богу, там по БСу БС плохой, там на 5 плюс попадает две. Но от магии доспехи не защищают. И вторая тафна, я вам скажу, очень плохо помогает выживать. Короче, пробивают, убивают, пошел нахер колдун. Но хотя бы перед смертью он сколдовал, и то хорошо. Нормально, претензий к эпидемику Су нет. Кинул, что стало, по-моему, там 56 или 53. По-моему, фул рекавери у него было. Все нормально, хорошо отделался. Начинается мой ход. Гнойня понимает, что он стоит в открытом поле. Чержует вражеского батю. Там еще ковидей. Суммарно мы, короче, сносим ему еще две вунды. Что стало? Мордой вверх. Точнее, там был мордой вниз, но мордой вниз он не мог. Поэтому мордой вверх. Остальное, в принципе, неинтересно. Там в ответ, по-моему, Сифилус добил третьего. По-моему, Бубоня ничего не сделал колдуну. То есть там, в принципе, остальное не очень интересное. Мумия встает, пытается что-то сделать. Наносит одну вунду ковидею, но у него их три. Он остается в одной. Гнойню роняют. Ковидей бьет в ответ. Роняет вражеского батю, вражескую мумию. И снова, да, мордой вверх. Потому что вариантов нет. И начинается мой ход. И то есть ковидей занес свой топор. Плюс гнойня встал еще. На всякий случай, да. Занес топор над неубиваемым батей. И я заваливаю рутест. Я кидаю две шестерки. Черт! Короче, я проиграл. И если в прошлой серии я проигрывал, потому что мне стабильно убили много, а я не убил никого, то здесь я поубивал раза в два больше. И просто кубы были против меня. Не фартануло. Че поделать. Но у Кирилла образовался доспех Хауса. Это хаусидский тяжелый доспех, артефакт. Но он, по правилу, не может носить тяжелые доспехи. То есть оно ему нафиг не уперлось. И мы решили, что когда ковидей занес свой топор, принц Нихихар и сказал, «Послушай, я знаю, кто ты. Я знаю, кому ты служишь. Я знаю, что моя смерть не принесет дедушке удовольствия. Я предлагаю сделку. Моя жизнь в обмен на доспехи твоего бога». Он слабой рукой подзывает двух рабов. Они выходят из соседнего здания и тащат тяжелый сундук. Брякают перед ковидием. А он все это время стоит, слушает с занесенным топором. Медленно его опускает. Берет в охапку одной рукой сундук. Хватает ее сюда вот, под мышку. Начинает уходить. И понимает, что ему как-то немного неудобно. Я понимаю, что для Нурглита это странно. Но вот как-то некомфортно ему нести. Что-то давит. Лезет в штанину. Достает пять варпстоунов такой. Это тебе сдача. И кидает в принца валяющегося. И уходит довольный к Эпидемикусу. У Эпидемикуса теперь хаусидская броня. Отлично, отлично. Теперь у него сейв на 2+. Потому что хаусидская броня по базе 4+, у него стальная рубашка 3+, и щит 2+. Но он модифицируемый, и он только от рукопашки или стрельбы. Но все равно это безумно круто. Жалко, что батя у меня не боевой, и Тафнес у него говно. Начинается вторая игра. Вторая игра это ивент. У нас в центре стола стоят три домика. В каждом домике находятся по 3 сокровища. То есть суммарно 9 сокровищ на столе. Когда мы заходим в здание, в здание может зайти только 3 персонажа от одной из армий, не больше. Они в рекавери фазу, если не сражаются, могут кинуть кубик и попытаться найти сокровища. На 1-2 не находит, на 3-4 находит, на 5-6 сундук оказывается мимиком. А мимик превращается в одного из бать игроков, находящихся в этот момент в комнате. Нас было 10 человек. Сейчас вы видите перед своими глазами список. Это вот все игроки и все бати. Со мной же снова играл Игорь и его рукопашные лучники, Фидель и его пидфайтеры, а также Никита наконец-то с крысами. С армией крыс, с пращами, с арбалетом, с рабами, все как вы любите. Игорь был в левом верхнем углу, Фидель в правом верхнем углу, в центре три домика, в левом нижнем углу я, а справа в нижнем углу Никита. Причем играли мы на большом ваховском столе, и по факту получилось, что я играл больше с Игорем, а Фидель, который тоже Игорь, ну, чтобы их различать, один будет Игорем, другой Фиделем. Вот Фидель играл с Никитой на своей стороне. И лишь к третьему домику мы в итоге как-то сблизились, потихонечку начали пересекаться. Начинается первый ход, активация людей, они просто выбегают, и самый крайний чувак умудряется зайти в здание. Ход Фиделя тоже самое. Все бегут, кто-то пытается зайти в здание, кто может, не помню, кто-то успел, кто-то нет. По-моему, успели. Да, две миниатюры, по-моему, у Фиделя зашли. В здание. Активация крыс? Примерно то же самое. Идем на сближение, заходим в здание. Правда, он маленьких крысюков отправил к пидфайтерам, чтобы те активировали ловушку. Но они не добежали, их перехватили с черджа, и ловушка не активировалась. К сожалению, для Никиты, конечно же. Вот, остальные крысы подходят вперед, начинают настреливать камушками, но, в принципе, без особого результата. Я тоже выбегаю вперед, хочу зайти в здание, и гангреня, ну, точнее, гангреня номер два, умудряется, потому что 12-я скорость, и он там ближе всех стоял, короче, он тоже заходит в здание. Начинается ход Игоря, он кидает, смог ли он найти одним человечком, или не смог. Пятерка. Первый мимик вылезает на мстить. Итак, первым мимиком стал, по-моему, корсар Семы. Темный эльф-корсар, который выглядит немножко как крыса. Но что поделать? Мужики начинают потихонечку вылетать в здание, чержавать этого мимика, но самая большая проблема правил этого стола, что в здании могут находиться не больше трех моделей. Потому много народу на этот мимик направить было нельзя. И Игорь просто потихонечку подходит ближе. Активация Фиделя. Что случилось? Шестерка. Еще один мимик. Там вылезает мамка Фимы. Он играет за сестер Сигмора. Фидель может вчержаваться туда побольше, потому что она стоит с краюшку и устраивает всем известный мимас с пятью темнокожими мужиками и девушкой на диване. Только вместо мужиков там питфайтеры и святая дама. Ну, короче, от святой дамы остались рожки до ножки. Фидель кидал там как сволочь всю игру 5-6-5-6. Правда, проблема, что 5-6 он кидал и на поиск сундуков. Потому я считаю эту стабильность здесь справедливой. Причем за убийство мимика герой получает Д6 опыта, что дофига, если кинуть там 4 или больше. Крысы ищут. Крысы тоже находят мимика. Крысы тоже находят одного мимика и, по-моему, один сундук с золотом. Ну, или с чем он там может быть? По-моему, это был мимик Мишиный Бамбли, который играет за теневых эльфов, которые меня нагнули в прошлой серии. Так вот, крысы начинают разбираться с ними. Потихонечку сражаются с гладиаторами, которые подошли вперед и там прям танкует не в себя местный огур, который Бонапарт, которого я ненавижу ковиде. Они начинают там долго, упорно стукаться и в ответ, по-моему, крысы получают больше, чем нанесли. Крысы начинают лежать и сражаться с пидфайтерами очень и очень долго. В мой ход я ничего не нахожу, я кидаю кол. Ну и нормально, гангреня влетает во вражеских человечков, тут же подходит Бубоня, тут же подходит ковидей и они ждут свою очередь на полутать. По-моему, я кинул очень средненько и отправил просто мордой вверх или мордой вниз вражеского человечка и передал ход Игорю. Игорь вчержевывается в моего гангреню, кем может, потому что гангреня в здании и просто тоже нельзя большим количеством людей в него ворваться. Там тем более один лежит, это уже один, то есть максимум двое. Там влетает батя и еще какой-то мужик. И сносит ему, по-моему, две вунды. Но он живой нормально терпит. Да, кстати, там в мой ход у меня батя, гнойня, кто-то еще пошли по левому флангу на его лучников и арбалетчиков. Вот, я вспомнил. Ход Фиделя, по-моему, в этот ход он ничего не находит. Отправляет часть своих мужиков к центральному зданию, а остальное идет уже махаться по максимуму с крысами. Там активируется его батя, который с гигантским огненным двуручом такой изображен, здоровый мужик и херачит несчастную маленькую крыску, которая даже не с Кави, а да, обычная крыска. И это комично выглядит, конечно, он ее убивает. Начинает Бонапарт отвешивать опять люлей крысюкам, крысюки начинают уходить в Альгалу свою крысятскую. Короче, крысюков очень жалко. Активация крысюков, найти сундук, очередной мимик и это мумия. Та самая мумия из первой игры сегодняшнего выпуска, которая очень плохо убивается. Но это еще не так страшно, потому что там начинаются терки с Бонапартом и опять его тяжело убить, потому что ему снесли две вунды из трех, а он в свой ход съел лечебные травы и восполнил их до максимума. Но крысюки своими прощами забивают другого героя. Кстати, Никита роляет тут рандом хэппинингс и начинается землетрясение. Из-за этого у нас всем, увы, сокращаются в два раза. у нас все статы остальные режутся на один или на два. Сложнее стрелять, сложнее атаковать. Короче, землетрясение так себе, но работает хотя бы один ход. Гангрения продолжает сражаться, ковидий влетает, Бубони не хватает дальности, потому что землетрясение. Ковидий, по-моему, неплохо так разрубает того, в кого он влетел. Гангрения хорошо попадает, но у вражеского батя есть ТП-сайт и он просто уворачивается. Бьет в ответ и, по-моему, он убивает мне Гангрению. Я кидаю, что случилось, и он снова сдох. У меня было 240 или 250 голды перед игрой с эльфами. Но из-за того, что мне дважды убили Гангрению, и я его дважды покупал по новой, я потратил 160 голды, плюс мне еще убивали Чумкина, плюс мне еще убивали Сепсиса. Короче, забегая вперед, после всех этих игр у меня осталось 96 золотых и 0 варпстоунов. Резюмируя, я считаю, что я немножечко бомжа. Ну ладно, возвращаемся к игре. Активация Игоря, он начинает стрелять, стреляет так себе, по-моему, сносит только одну вунду Гангрени, пытается вчержаваться в меня в ответ, но активирует ловушку, которая земляная, которая просит пройти проверку силы. У меня жирные, сильные чуваки все, и они нормально проходят. А у него там треть, что ли, заваливает, если не половина. То есть тот, кто чержовал, точно заваливает. Мужик, который валялся, точно падает мордой вверх, тот там еще падает, в принципе, я доволен. Вражеский батя влетает в ковиде, но плохо попадает и плохо пробивает. Вражеский маг кастует полет и летит к центральному зданию. Активация Фиделя, он кидает, что найти и находит еще два мимика. У Фиделя начали пригорать, что он кучу раз кидает по многу человек, но постоянно находит одних мимиков. Но, кстати, мужики из центрального здания находят аж два сундука. Мужики, которые присомонили себе мимиков. Мы попросили, кстати, славу, чтобы наши мимики не повторялись. Мы даже решили сделать некий челлендж и вызвать всех мимиков, а по возможности их убить. По-моему, Фидель вызывает как раз-таки Игоревского батю и Андрюхиного дворфа. Но я даже не успел их подснять, потому что их тут же он и раскатал и получил дофига опыта. Он погал своего маленького дворфа в обход в надежде стригерить ловушку, но ловушка не стригернулась. Крысы же в свой ход пытаются найти сундук, по-моему, один они находят, если к этому моменту не нашли, и находит еще одного мимика. Это просто максимальное вторжение мимиков в нашу игру, потому что он находит еще мимика славы. Это гигантская мамка-тролль. И вот она очень-очень жесткая в рукопашке. Она очень жирная, неубиваемая, она в свой ход, в шутинг-фазу топает ногой, если ты провалил, то падаешь мордой вверх. Она, по-моему, если мне память не изменяет, шипами стреляется и наносит дамаг. Короче, крысюки приунывают, потому что у них скелет неубиваемый, которого, по-моему, кстати, убили за долго-долго итерацией. Вот, тут вылезает мамка, и Никита говорит, пока я пошел. Ну, этот ход он доигрывает, и в следующий ход он просто говорит, я рутаюсь, идите в жопу, с троллями разбираться. В мой ход Бубоня находит еще третий сундук, то есть я залутал целое здание в соло. Бубоня влетает, хорошо пробивает, убивает. Коведи вносит бате повреждения какие-то, но тот, по-моему, снова уворачивается. Мне убивают, по-моему, еще одного хэнча, но Гнойня и батя терпят. Батя, по-моему, раскастовался в кои-то веки, нанес средненько урона, ничего не сделал особо, но начинается ход Игоря. Игорь бьет меня, ничего страшного со мной не происходит, там, по-моему, я какие-то вунды потерял, но я стою живой, в ответ Ковидий роняет вражеского батю мордой вверх. И он снова занес свой топор над вражеским батей и ждет свой ход. А в начале своего хода Игорь колдуном находит еще одного мимика, правильно вы угадали, и это мимик батя Фиделя, еще один гладиатор, причем он находит мимика, которая в здании сильнее становится. Потому в фазу магии колдун говорит, пошли вы тоже куда подальше, кастует полет и улетает на второй этаж. Ход Фиделя и он вчерджовывается всем, чем может в мамку, в троллиху. И очень, очень, очень надолго в ней застревает и она просто неубиваемая. Там всеми попытками, всеми возможностями Фидель пытается ее уронить, убить, но нет, сам потихонечку тает на глазах. Начинается мой ход, Ковидий занес топор, я кидаю кубы и снова заваливаю рутест. В принципе, ладно, неплохо, потому что я убежал с тремя сундуками. Если бы мне их убили, Ковидия и Бубоню, сундуки бы выпали, но они просто убежали с ними. И это хорошо, наверное. Но, блин, там батя лежал, это же дополнительный окей. Ладно, там, в принципе, дальше ничего интересного не было. Игорь залутал последний сундук, Фидель залутал еще два сундука и в итоге у него четыре, у меня три, у ребят по одному. Вроде так. Два, шесть, девять. Да, все сошлось. Фидель в какой-то из своих ходов опять триггерит мимика и вылезает последний батя, мой. Но там не до него мамка троллей активно издевается над питфайтерами. И они в какой-то момент просто рутаются. Да, Игорь там в свой ход успел добить мимика Фиделя. Победа ордера, Игорь победил, поздравляю с одним сундуком, у меня три. Подходит Слава, говорит, Паша, кидаешь, ты нашел. Я такой, шесть, он такой, второй сундук, пять, он такой, третий сундук, четыре, Слава говорит, ну, неплохо, ты нашел три артефакта хаоса, я такой, подожди, Слав, давай я еще кину на поиск предметов в принципе, которые у нас обычно происходят. Я кидаю два куба, две шестерки, еще один артефакт хаоса, то есть у меня четыре артефакта хаоса за одну игру, плюс еще артефакт хаоса, который я у мумии выменил. Я просто обмазался артефактами, и в итоге у меня все три вида артефактов, это хаосидский шлем, это хаосидская книга, это хаосидский меч и хаосидские доспехи, и доспехи в двух экземплярах. Я спрашиваю Славу, Слав, а хаос получает два дополнительных окея, когда находит артефакт хаоса? Я за все получаю, он такой? Ну, кроме вымененного, да. И, то есть за игру плюс один за то, что я на игру вышел, я получил девять океев. И я просто дохера океев нафармил. Забыл смешной момент, почему не было в этой партии сопливия, скажем, потому что в предыдущей партии, там, где я с мумией сражался, да, там, кстати, убили Сифилуса, потому что на этой игре он тоже не вышел, потому что, собственно, не мог выйти в следующую игру, потому его не было. И не было еще и сопливия, потому что он нашел колодец, в котором блестела монетка или что-то поблескивало. в больничке и в этой игре потому его и не было. На такой приятной для меня ноте и закончилось вторжение мимиков на наш стол. Там выжил мимик мой и Славин, самые лучшие бати на деревне. Я получил, ну, средненько опыта. Фидель там вообще 30 опыта суммарно получил, потому что там убивал постоянно вражеских бать и получал Д6 опыта. Я вообще ни одного батю не убил, потому что не наролил. Черт, хаос не помог мне. Дедушка не подсобил. Ну ладно, дедушка подсобил артефактами, дай боже. И давайте уже посмотрим, во что я теперь одет и что у меня есть. Эпидемикус имеет армор хаоса и шлем хаоса. Шлем в принципе позволяет колдовать, имея его на себе, но я батл визард, я и так это игнорирую. Но шлем на 4 плюс отменяет вражеский крит. То есть крит становится обычным пробиванием. Также у меня армор хаоса, который дает сейф 4 плюс и суммарно со всем моим обмазом 2 плюс. У меня книга хаоса, которая позволяет мне кастовать все шесть заклинаний из школы хаоса. И наконец-то у меня больше двух заклинаний и там прям есть очень вкусные. Ковиди кстати после игры с шадоу варьерами их ненавидит полностью, всю фракцию. Он ненавидит Бонапарта, он ненавидит всю фракцию вальгалу врагов на 4-5-6 а не на 5-6. Ну соответственно мордой вниз класть на 2-3-4 а на единичку мордой вверх все равно. Гнойя как вы могли понять получил спринт и вторую вунду. Бубоня надел доспехи Бати и теперь ходит в тяжелых доспехах и у него три вунды и стало. Не помню говорил ли я об этом или нет. Сифилус взял хаоситские доспехи и меч хаоса который если не память не изменяет автоматом отправляет в аут оф экшен если просто пробил это прям очень жестко я считаю плюс у него повысился ледак но против страшных персонажей будет окей он не бесстрашен то у меня ну сойдет Сопливий из-за того что не вышел на последнюю игру не прокачался никак он как был с вордсманом так и остался ну и в с у него еще повысился а вот Сейпсис у меня только вышел и получил один опыт гангреня снова умер и у него снова ноль опыта поэтому им шиш с маслом а не прокачка ох ролик по идее получился длинный надеюсь вам понравилось надеюсь вы успели покрасить много миниатюрочек а я пойду отдыхать я уже устал говорить спасибо что смотрели подписывайтесь на канал ставьте лайки репостики поддерживайте меня на бусте патреоне или во вконтакте а также не скучайте не болеете играйте с нами играйте сами пока пока а сейчас титры с именами клевых ребят что поддерживают меня на патреоне и бусти а именно фидель пиночетов евгений мурул сафронов иван много джокеров копылов денис с алексей элдер ермаков дмитрий бабин артем арт демиденко ермак мурзик анатолий джокер коновалов влад флайдронс кузьмин алексей герыч гордеев дмитрий крик архипов павел кузнецов юрий хмелевской валбер механдес нодет костя озерный хенч никита райму нефедов андрей родя родионов артем севенред витол бош влад призрак иванов невезучий лочь экеи старый а также конечно как всегда на почетном месте его величество юрий дивайн дивайн александров спасибо вам от души друг тук матери кто понимает что юрий 시죠 7 неф но неправ Raw リ сегодня это что пук на пять stoff кор л needing л к на Продолжение следует...